Маша, сегодня вечером по гостишу тети Светы. Почему? Мы же планировали пойти в художественную школу, огорчилась семилетняя девочка. Никуда твой талант не исчезнет, махнула рукой Оля. Сходим в следующий раз. Набор в школу рисования только начался. Маша опустила голову, смахивая украдкой слезу. Девочка не понимала, почему мать каждый день приходит поздно с работы, почему работает даже в субботу и в воскресенье. Она привыкла ждать ее вечерами, сидя на подоконнике и рисуя мамин портрет. Иногда, так и не дождавшись, Маша ложилась спать в обнимку с рисунком, на котором была изображена мама, добрая, улыбчивая, веселая. «Пойми, я хочу быть счастливой, а для этого нужна полноценная семья. Ты ведь хочешь, чтобы у тебя появился папа?» – спросила Оля. «И тогда мы будем вместе проводить вечера и выходные дни?» – обрадовалась девочка. «Да», – улыбнулась мать. «Здорово! А еще я хочу, чтобы ты немножечко заболела». «Что ты такое матери желаешь?» – разозлилась Ольга. «Совсем не думаешь, о чем говоришь?» «Помнишь, как было хорошо, когда ты болела в прошлом году?» «Мы вместе рисовали, смотрели мультики, пекли блины и пили ароматный малиновый чай», – мечтательно произнесла девочка. «Это были самые лучшие дни в нашей жизни. Машка, не говори ерунды, бери портфель и марш в школу». Конечно, девочка мечтала о том, чтобы мама была счастлива и чтобы у нее был папа. Родного отца она и не знала. Мама особо не говорила о нем. Маша знала только, что он бросил маму, когда узнала о беременности. Отчество ей дали по имени дедушки. Она видела, как со школы девочек и мальчиков встречает мама с папой, как всей семьей ходит гулять в парк, как сильные папы носят на руках, когда ребенок сбил коленку. Размышляя об этом, она и пришла в школу. А через неделю в их семье появился он, дядя Миша. Маша поначалу с недоверием отнеслась к чужому мужчине в доме. Но после того, как новый папа протянул ей куклу Барби, о которой девочка даже не смела мечтать, поняла, что именно о таком отце и мечтала. «Ух ты!» – восхищалась девочка. «У нее и одежда запасная есть». «А как же! И одежда, и мебель, целый набор!» Радовался Михаил тому, что угадал с подарком для девочки. С этого момента Маша поняла, что значит счастливая жизнь. Дядя Миша, увидев талант девочки, незамедлительно определил ее в школу искусств. «Будешь сам водить ее!» – недовольно фыркала Оля. «Мне некогда возиться с ней и без того устою на работе». «Хорошо», – согласился Михаил, – «мне не тяжело». После занятий Маша с дядей Мишей прогуливались в осеннем парке. Временами заходили в кафетерий, брали горячий шоколад и вкусные эклеры. Мужчина много рассказывал о своем детстве, как мечтал стать великим путешественником, как ходили с отцом на рыбалку, с друзьями в поход. «Мамочка, ты теперь стала счастливой? Ведь у нас уже полноценная семья!» – спросила как-то Маша. «Да, дочка, я вполне счастлива!» – улыбалась Оля. «Тогда почему ты снова задерживаешься на работе и работаешь по выходным?» «Замолчи!» – рассердилась мать. «Ступай к себе!» «Оля, не кричи на дочь!» Маша задала вопрос, который с недавних пор волнует и меня. «Вместо того, чтобы прояснить ситуацию, ты закрываешь ребенку рот!» – вмешался Михаил. «Не нравится что-то? Уходи!» – гневно крикнула женщина. «Да я-то уйду! Мне Машку жаль! Совсем не занимаешься дочкой! А между прочим, она у тебя очень умная и талантливая!» – произнес мужчина. «Не твое дело! Моя дочь! Как хочу, так и воспитываю!» Маша обняла Михаила, прошептав на ухо «Не уходи, пожалуйста!» «Собирайся! Опоздаем на занятия!» – тяжело вздохнул он. Однажды Маша пришла со школы и увидела, что вещей дяди Мишиных нет. Девочка до последней минуты надеялась, что это какое-то недоразумение. Может, он просто уехал в командировку, но в глубине души понимала, что в командировку не берут с собой все вещи. В своей комнате нашла записку. «Машенька, прости, я вынужден уйти. Будь умницей, занимайся рисованием. Я верю, что тебя ждет большое будущее. Если когда-нибудь в жизни тебе станет очень плохо, звони. Телефон моей матери ты знаешь. Выше нос – все у тебя сложится хорошо. Дядя Миша». Девочка смахнула слезу и стала собираться в школу искусств. Она не могла предать надежды дяде Миши, ведь он единственный, кто верил в нее, в ее талант. Мать снова задерживалась до полуночи на работе. Маша была предоставлена сама себе, но не отчаивалась и верила, что все у нее будет хорошо, как писал дядя Миша. «Дочка, ты же хочешь, чтобы твоя мама была счастлива?» – спросила как-то Оля. «Хочу», – без особых эмоций, – ответила Маша. «Понимаешь, я встретила хорошего человека», – начала мать. «Можно сказать, чтоб полюбила его всем сердцем». «Снова? А как же дядя Миша? Его ты ведь тоже любила», – съязвила Маша. «Мне не нужен никто. Я не хочу, чтобы в нашем доме находился посторонний человек. Вы не будете пока пересекаться. Дело в том, что Виталий не знает ничего о том, что у меня есть дочь. Тебе придется пожить в другом месте, но это ненадолго. Я подготовлю его, и ты сможешь вернуться домой», – ошарашила мать. «В каком другом месте?» – не поняла девочка. «У тети Светы? Нашей соседки?» «Нет. К сожалению, тетя Света не примет тебя надолго. Поживешь пока в интернате. Пообщаешься со сверстниками, покажешь им свои рисунки. Пойми, я хочу быть счастливой». У Маши поплыло перед глазами. Она не слышала, о чем дальше говорила мать. Оля что-то пыталась объяснить дочке о любви и отношениях, но у Маши в ушах звучало только одно слово – интернат. Она с детства знала, что туда отдают только непослушных детей. Но ведь она слушала маму во всем. Хорошо училась, убиралась в квартире. Иногда жарила для мамы яичницу, когда та задерживалась на работе. Она не понимала, за что мать так с ней поступает. А может, мама так пошутила? Оказалось, не пошутила. Уже через пару дней мать собрала ее вещи в небольшой чемодан и поставила его в коридоре. А потом на такси они приехали в самое страшное место, как виделся интернат глазами девочки. Маша целыми днями сидела на подоконнике. Девочка рисовала семейные картины и ждала, когда же мать заберет ее домой. «Машенька, у тебя уже несколько десятков одних и тех же рисунков. Кого ты рисуешь постоянно, если не секрет?» Улыбнулась старенькая нянечка Мария Николаевна. «Это моя семья. И если вы посмотрите повнимательней, то заметите, что все рисунки разные. На этом мы гуляем в парке, а на другом – у речки», – объяснила девчушка. «А рядом с тобой кто? Папа и мама?» – уточнила женщина. «Нет, мама и дядя Миша. Он очень хороший. Я хочу позвонить ему, но мне не разрешают», – опустила голову девочка. «Он не навещает тебя?» – участливо поинтересовалась няня. «Нет, дядя Миша не знает, что я здесь». «Ну не волнуйся, может, мать твоя скоро приедет, домой заберет», – погладила по голове девочку. Маша тяжело вздохнула и, забрав рисунки с карандашами, побрела в игровую. «Ничего, скоро я вырасту и обязательно найду дядю Мишу», – твердо решила девочка. Однажды Маша сидела на своем привычном месте – на подоконнике. На улице накрапывал мелкий холодный дождь, дул сильный ветер. Для поднятия настроения она стала рисовать большое улыбающееся солнышко. «Снова здесь?» – услышала голос Марии Николаевны. «Все в актовом зале репетируют концерт ко дню 8 марта. Почему не идешь туда?» «Не хочу». Оглянувшись по сторонам, женщина заговорчески подмигнула, махнув рукой. Маша спрыгнула с подоконника и тихо подошла к няне. «Тебе все еще нужно позвонить?» – спросила шепотом. «Да, очень», – захлопала в ладоши Маша. «Только тихо», – прошептала женщина. «Не выдашь меня?» «Никогда в жизни», – пообещала девочка. «Пойдем со мной». Мария Николаевна проворно открыла кабинет директора и показала на телефон. Девочка прошмыгнула на цыпочках к заветной цели. «Только быстро», – приказала женщина. Прикрыв дверь, Мария Николаевна стала караулить в коридоре. «Только бы ответил», – тихо шептала девочка, набирая номер, который давно знала наизусть. «Слушаю», – послышался в трубке женский голос. «Маргарита Викторовна, здравствуйте, это Маша, помните меня?» – обрадовалась девочка. «Машенька», – улыбнулась мать Михаила. «Помню, конечно. Как ты?» «Дядя Миша дома, мне срочно нужно поговорить с ним», – скороговоркой произнесла девочка. «Миша в командировке. Случилось что?» – забеспокоилась женщина. «Да, я в интернате. Хотела, чтобы он знал», – прошептала тихо. «Бог ты мой, Машенька, я обязательно ему передам. Мы приедем к тебе. Ты адрес знаешь?» «Нет», – расстроилась девочка. «Не волнуйся, Миша обязательно узнает», – пообещала женщина. Дверь переоткрылась. Няня жестом показала, что пора заканчивать разговор. Девочка попрощала с Маргаритой Викторовной и быстренько вышла из кабинета. «Дозвонилась?» – спросила няня. «Да, спасибо». Девочка обняла женщину. «Ну и хорошо. Только помни, никому ни слова», – напомнила Маша. Каждый день Маша была в ожидании. Она верила, что дядя Миша не оставит ее в беде и обязательно придет. Но время шло, а Машу никто не спешил навещать. Девочка впала в депрессию. Забросив даже рисование, все свободное время лежала на кровати, смотря в потолок. «Маша! Сидорова! К тебе пришли, спускайся вниз!» – радостно сообщила няня. «Кто? Мама?» – обрадовалась девочка. «Я поеду домой?» – «Наверное, папа с бабушкой. Точно не скажу». Спустившись вниз, Маша увидела дядю Мишу и Маргариту Викторовну. Бросившись мужчине на шею, заплакала от радости. «Машенька, выше нос! Ты же помнишь наш девиз?» – улыбнулся Михаил. «Помню!» – засмеялась девочка. «Просто думала, что ты не придешь!» «Прости, детка, были некоторые нюансы. Пришлось договариваться с твоей матерью по поводу опекунства», – объяснял мужчина. «Машенька, ты не против пожить у нас?» – улыбнулась Маргарита Викторовна. «А потом? Обратно сюда? Или мама заберет меня?» – уточнила девочка. «В интернат мы точно не отдадим тебя. Да и Оля вряд ли заберет тебя домой. У нее новая семья, новая жизнь. В общем, поехали к нам. Навсегда!» – произнес мужчина. «У меня нет детей. И быть не может. Я думаю, сумею заменить тебе папу, подарить отцовскую любовь». Прошло 17 лет. Маша стала известной художницей в городе. На 25-й день рождения Михаил подарил приемной дочери галерею. В день открытия галереи было много народа. Юную художницу поздравляли с восхищением, рассматривая картины. «Здравствуй, дочка!» – Маша услышала давно забытый голос матери. «Здравствуй!» – покраснела от неожиданности девушка, но сразу же взяла себя в руки. «Зачем пожаловала?» «Я же твоя мать!» – возмутилась Оля. «Или мне разрешение спрашивать, прежде чем встретиться с тобой?» «У меня нет матери. К сожалению, она осталась жить только в моей памяти, не больше. Но есть замечательный отец и бабушка», – произнесла Мария. «Они чужие люди для тебя!» – не сдавалась Ольга. «Ошибаешься. Чужая для меня ты, а они родные и любимые. В свое время ты бросила меня, как ненужного котенка. Вспомнила лишь тогда, когда я стала взрослой и добилась успеха. Хотела быть счастливой, а я была ненужной обузой для тебя. «Дочка, скажи, теперь ты счастлива?» Оля молчала, не зная, что ответить дочери. Она и сама поняла, что потеряла дочь, потеряла очень давно, 17 лет назад. «В любом случае, я не держу на тебя зла. Я благодарна судьбе за то, что она подарила мне дядю Мишу и бабушку. Будь счастлива, мама!» – произнесла Маша. «Дочка, кто эта женщина?» Михаил проводил взглядом Олю, которая буквально вылетела из зала. «Не обращай внимания, заказчица. Хотела, чтобы я ее портрет написала». Улыбнулась грустно Маша. «А ты? Согласилась?» «Нет, ты же знаешь, что я пишу портреты только для самых близких людей». Михаил обнял свою дочь. Он был счастлив, радовался тому, что смог осуществить детскую мечту Маши. Благодаря ему девушка стала художницей и добрым, хорошим человеком. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.